Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Лавановский Петр. О чем пойдет речь? Мы сегодня поговорим о том удобрении, которое лучше навоза, которое сильнее повышает урожайность наших культур, любых, будь то плодовые, будь то важные культуры на нашем огороде. Что это такое за чудо удобрения? Это удобрение есть у каждого на участке и очень легко изготавливается. По весне часто приходится слышать от наших кобыдашников. Вот, не достал навоза, все, приходится в голую землю садить. Люди, одумайтесь, ведь органика вокруг вас. Вы весь сезон пололи сорняки. Это есть органика, не надо ее сдавать, не надо удалять ее с участка. Ложите в кучу, пусть она перегнивает. Перегнившие органические остатки растений, это и есть компост. Но они, конечно, бывают сильно перегнившие, слабо перегнившие, и средне перегнившие, но смысл не в этом. Любая перегнившая органика, она лучше любого навоза подходит для наших растений. Почему? Потому что любой навоз, кроме питательных веществ, он же содержит и массу патогенных микроорганизмов, которые выводятся из организма животных. Поэтому почвенная микрофлора, значит, должна сразу нейтрализовать эту патогенную микрофлору из навоза. И только после этого вступают в дело полезные микроорганизмы, которые перерабатывают наш компост. Так вот, смотрите, способы приготовления компоста очень много. Назовем их, разделим просто на две категории. Есть способ быстрого получения компоста. То есть компост можно получить за один-два месяца. Но это делается с мая до конца августа месяца, то есть в теплую пору года. Такой компост получается очень быстро и может быть использован как для удобрения оградок, так и для мульчирования почвы вокруг наших растений. Вот второй способ, в чем заключается служимость этого способа? Давайте по парадошку разберемся, а потом перейдем к второму способу. Первый способ быстрого получения компоста значит в том, что, ну вот смотрите, мы можем сделать компостник, как у меня сделан компостник, это самое. Но вы можете делать такое сооружение. Вы просто где-то на градках оставляете свободное место. Оставили свободное место, но это надо было, чтобы место было солнечное, чтобы оно сошлось солнцем. И вот кучу складываете сорняки. Пропололи, положили, потом следующее положили. Значит, эта куча начинает на солнце быстро гореть. Быстро гореть. И семена сорняков сгорают. Просто-напросто сгорают. Но тут плюсы компоста, который приготовлен на скрытом солнце, в том, что он готовится за один месяц, ну максимум за два месяца, он уже готов к употреблению. Но в разложении этой массы растительной участвуют только микроорганизмы. Дождевых червей там нету. Там только микроорганизмы, которые помогают сгнить этой массе и превратиться в землю, которая будет называться уже пирогноем. Не компостом, а пирогноем. Ну, и что можно ускорить? Процесс можно ускорить. Ускоряется процесс очень просто. Значит, во-первых, на скорость разложения органики влияет внесение азотных удобрений. Поскольку у нас нету в этой зеленой массе, которая на солнце, червей дождевых, мы смело можем полить эту кучу азотными удобрениями. Азотные удобрения из расчета 200 грамм на 10 литров воды ускорят процесс разложения зеленой массы. Следующий нюанс. Мы можем ускорить разложение компоста в этой куче, значит, еще с помощью дрожжей. 100 грамм дрожжей на 10 литров воды, ну и добавок добавим 200 грамм сахара. Когда масса немного начинает бродить, проливаем эту кучу. Ваши сорняки будут перегревать гораздо быстрее. Ну и кроме того, есть различные биологические добавки. Есть различные биологические добавки с тем грибом триходермы, который мы вносим, опять же, поливаем кучу этим компостом, и он быстрее начинает созревать. Так вот, в этом случае, заверю вас, что к осени у вас от кучи почти ничего не остается. Только тонкий-тонкий слой полуперепривший верхних сорняков. Все остальное чистым. Дальше процесс очень прост. Полуперепрившие сорняки складываем в сторону, забираем ту органику, которая появилась у нас в той сперегной, и все. Ее мы можем использовать как под перекопку почвы, так можем замульчировать на зиму все приствольные круги плодовых деревьев. И также многолетних овощей. Ну, несколько более трудоемых, и более, уже такое требует больше времени, это вермикомпост. Ну, как бы, они очень похожи, но вермикомпост в чем заключается, что мы на помощь привлекаем дождевых червей. Ну, в этом случае, наш компостник делается как бы на постоянном месте и в тени. Самое главное условие, вы можете как бы переносить его с места на место, но обязательно в тени. Но, замечу, что с помощью дождевых червей компост получается более многокомпонентный, может быть, более так, ну, питательный, но смысл, что эта работа проходит за целый год. Надо целый год, чтобы компост переработался и созрел. Ну, опять же, технология тоже очень простая. Значит, мы берем, ложим органику в тени где-то, когда органик надо подгнивать, мы туда защеляем дождевых червей. Где их взять? На любом лугу. Взяли зернину с дождевыми червями, перевернули, травой вниз положили на нашу компостную кучу, и все, черви переползут в растительную массу, и они будут его перерабатывать. Ну, для того, чтобы простимулировать деятельность червей, здесь тоже опять пригодится, вот, или триходермой полив этой растительной массы, или, опять же, дрожжи с сахаром. Полили такой брашкой вашу компостную кучу, черви начинают размножаться гораздо быстрее, и быстрее перерабатывают нашу органику. Ну, в этом случае, значит, я, еще раз повторяюсь, что органика будет в течение года. Вы в этом году нашей закладывайте, закладывайте, и только следующей весной вы сможете использовать эту органику. Ну, опять же, как использовать эту органику? Значит, вы верхнюю часть снимете, сняли верхнюю часть, а вот та часть уже компоста, который будет с дождевыми червями, вы можете вносить. Не бойтесь, вносите под перекопку почвы, вносите ее приствольные круги, только, конечно, не пользуйтесь ни в коем случае лопатой. Лопатой вы порубите ваших червей, ваших помощников. Для этого подают только садовые вилы. Садовые вилы закапываются в землю, черви будут продолжать свою работу, и будет повышаться плодородие почвы. Значит, что у нас есть с органикой? Смотрите, даже дома, в любом доме, очистки картофеля, очистки лука, кофейная заварка, чайная заварка, это все живая органика. Корки цитрусовых, это все может пойти в дело. Просто единственный нюанс, что если вы не живете, где-то живете в городе, на дачу проживаете временами, то это может где-то высушивать, и в сушенном виде потом приводить, добавлять ваш компост. А вот чего не должно быть в компосте? Это понятно. Не должно быть стекла, не должно быть пластика, рубероида, шифера и металла. Любые металлы, также в компосте, они не разлагаются. Если у вас есть отходы металла, таких лучше закопать в почву. Помните об этом. Так вот, за счет получения дешевого удобрения на своем участке, вы не будете весной бегать, искать навоз, и будете знать, что ваши культуры будут удобраны. Тем более, что это питание, по сравнению с навозом, как бы больше подходит для того, чтобы питались ваши растения. Ваши растения питаются лучше компостом. Почему? Потому что это растительное сырье, это удобрение приготовлено из растительного сырья. То есть оно более сбалансированное и лучше подходит для питания растений, чем даже та же органика от виде навоза. Вот, помните об этом, воспользуйтесь. Это не очень трудно, это легко сделать. Вот, а на солнце или в тени, как вам захочется получить компост или вермикомпост, вы решайте сами. Хороших вам урожаем, и чтобы по весне вы не искали навоз, а бережно расходовали органику. Потому что большинство отходов наших кухонных и всех попадают в мусорные баки, потом выводятся на полигоны, они только загрязняют нашу атмосферу. А если бы мы использовали их, компостировали, мы бы эти отходы превращали бы в круговорот веществ в природе, мы бы не загрязняли наши полигоны такими органическими отходами и, соответственно, повышали бы урожайность на наших садовых участках. Успехов вам в этой работе. До свидания. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова